Впервые в жизни в лесах Выборгского района я нахожу её, чёрную лисичку. Чудо! А вот почему чёрную лисичку или вороночник рожковейный называют трюсель на ножке, мы узнаем чуть позже. Вот такой чудный лес. И такая полянища чёрных лисичек. Ох, как они растут! А дальше больше. О-о-о! У-у-у! Так. И ещё, и ещё. И вот целое семейство. О-о-о! Ну-ка. Вот такой букетик, смотрите. Шикарная. А я думала, почему так много грибов? Оказывается, мы уже забрались в места дикие. И опять попали в гости к лосям. У-у-у-у-у! Итак, давайте знакомиться поближе. Чёрная лисичка. Он же вороночник рожковидный или воронковидный. Гриб редкий и изысканный. Какая прекрасная! Ух ты! Ох, запах какой! И малютки тут. Чудо! О-о-о! А при жарке запах будет увеличиваться, как у осенних опят и белых. Во Франции, в Финляндии называют рожок смерти, рог изобилия, труба мертвецов. А у нас просто чёрная лисичка, четвёртая категория. Да! А вот почему его называют трюфель на ножке, мы узнаем в конце. Фантастика! Фу-у-у! Ой! Так. Ох! А вот и лисичка с коричневым окрасом. Действительно, в них есть что-то торжественно траурное. Цвет такой интересный. Чёрно-серый, даже чёрно-стальной. И у некоторых коричневый оттенок. Ох! Какой экземплярчик. Ох! 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 А тут? Ох! И вот, какой... Ох! И вот. Раз. Два. В прошлом году в Сочи я ходила в лес, но об этом сборе в субтропиках, в самой южной части нашей страны, я расскажу чуть позже, когда мы будем их готовить и приступим к самому интересному. Это они. Это они. Это они, чёрные лисички. Чёрная лисичка на Чёрном море. Гриф четвёртой категории. Европейский деликатес. Ну вот такая у меня получилась полянка. Вот какие они. Интересные, конечно. Какая-то двойная. Кто-то как сливная труба. Кто-то как граммофон реальный. Цвет, конечно, интересный. Вот так. Готовим чёрные лисички в сливках. Лисички я промыла. Рекомендую их разделять либо на двое, либо просто разворачивать целиком, потому что здесь скапливаются всякие жители. Вот таким образом. Либо на две части, либо просто развернуть. Либо срезайте ножку по коротке. Да. У меня попались три слизни. Сейчас нужно их максимально ужарить. Молодые экземпляры я решила пожарить. А более зрелые буду отваривать и заморожен. Постепенно прижаривается. Влаги становится всё меньше. Когда вода вся испарилась, мы добавляем сливочное масло. Так. Соль по вкусу. Я ещё не добавила сливок. Это очень вкусно. Ароматы сумасшедшие. Добавляем густые сливки. Второй вариант приготовления. Это отварные лисички. Отвариваем минут 10 и обжариваем. В сливках. Лисички чёрные. Ароматные и очень вкусные. Действительно трёфель на ножках. Трёфель на ножках.